Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать самый быстрый и простой способ выращивания трейлерных сортов фиалок. Этот способ отлично подойдет для новичков. Нам понадобится 3 фиалки одного сорта и одного размера. У меня это ДС Жасмин. Вот такие вот молодые стартеры. Дальше нам понадобится широкая плошка, чтобы все эти 3 растения хорошо разместились и комфортно себя чувствовали. Вот такая вот плошка, диаметр этой плошки 16 см. Для вот таких вот стартов с первым цветением даже можно 18 см плошку брать в диаметре. Вообще, как понять, какой размер плошки вам подойдет для ваших растений? Первонаперво обращаем внимание на описание сорта. У меня в данном случае ДС Жасмин. Это стандарт по описанию сорта. Для стандартов мы знаем, что размер горшочка восьмерка-девятка. Значит, для трех растений в одном кашпо умножаем 8 на 3 розеточки. Получаем 24 см для взрослого растения. Размер кашпо в диаметре. Так как это старты, а агротехника выращивания трейлерных сортов фиалок такая же, как и для розеточных фиалок, поэтому объем горшочка добавляем постепенно. Детки у нас растут в стаканчиках. Подрощенные уже детки переваливаем в семерки. В семерках грунт корни оплетают. И уже можно делать высадку полянкой. Также добавляем объем постепенно. Начинаем с 16-18 см. И если есть желание вырастить огромный куст, добавляем до 24 см. Диаметр кашпо. То есть, все последовательно. Значит, кашпо для трейлеров лучше брать широкие, но не глубокие. У меня здесь вот такая вот пластиковая тарелка. Она глубоковатая. Поэтому на дно я уложила где-то полтора сантиметра перлита. Фитильную нить продела сразу, потому что я буду выращивать вот эту всю красоту на фитильном поливе. Грунт. Состав грунта может быть абсолютно любой. Но грунт должен быть обязательно на основе верхового торфа. Если вы выращиваете на фитильном поливе, значит, добавляйте разрыхлители в грунт. Если вы выращиваете на верхнем поливе верховой торф, добавляйте в качестве разрыхлителя тот же перлит или же шарики. Но вот для верхнего полива все-таки в качестве разрыхлителя лучше перлит, потому что шарики у вас будут разлетаться по квартире. И чтобы грунт не пересыхал быстро, потому что трейлеры пьют воду очень много и постоянно. Они же все время цветут. Я бы советовала добавлять еще или же мох, или же вермикулит. Субтитры создавал DimaTorzok Дальше берем кашпо, распределяем фитильную нить на дно перлита и устанавливаем сюда розеточки. Чтобы правильно установить розеточки, смотрим и обращаем внимание, на какую сторону фиалочка наклоняется. Я вижу, что рост идет вот на эту сторону, и пасынки у меня вот тут вот сбоку, которые будут формировать будущий кустик. Значит, я вот так вот ближе к центру устанавливаю одну розетку. Дальше вот еще одна. Вот сюда наклоняется. Значит, я ее ставлю вот так вот в эту сторону. И осталось установить третью розеточку. Тоже смотрю, на какую сторону идет рост, наклон в эту сторону. Значит, устанавливаю вот сюда. Вот так. И осталось просто добавить грунт. После пересадки у меня получился вот такой вот кустик. На первый взгляд кажется, что трем розеточкам в этом кашпо тесно. Но это совершенно не так. Сейчас мы с вами сделаем небольшую причесочку. То есть направим листики в нужную нам сторону. Такую прическу трейлеру нужно делать, чтобы сформировать красивый кустик постоянно. Ну, хотя бы раз в три дня. Подошли и все листики поправили. Со временем кустик сам уже поймет, как ему лучше всего расти. Что вы от него хотите. Считается, что трейлером нужно много освещения. Но это неправильно. Трейлером освещение нужно много, только если вы хотите, чтобы трейлер зацвел. Вот, допустим, сейчас на данном этапе формирования будущего кустика, если дать много света, вот эти все основные головы, они будут снова закладывать цветоносы и будут пытаться цвести. А нам этого не нужно. Нам сначала нужно, чтобы вот этот куст вырос. Чтобы каждая вот эта вот основная голова пошла не спадать больше вот сюда вот вниз, по горшочку спускаться. Таким образом будут открываться вот эти вот молодые пасынки. И эти пасынки тоже будут расти. Дальше, как я вам рассказывала, вот эти головы основные, они в любом случае зацветут первые. Они чуть-чуть спустятся вниз и все равно зацветут. Дальше формирование кустика, это вы можете срезать вот эти основные головы после цветения. На замену пойдут вот эти вот молодые все пасынки. После срезки основных вот этих вот верхушечных голов, отсветших, эти пасынки вот здесь вот поднимутся. Их будет много. И они зацветут. Зацветут и получится шапка просто, шарик. Вот это и называется формирование. То есть в слове формирование трейлера нет совершенно ничего страшного. И это не сложно. Кому видео понравилось и было полезным. Ставьте лайки. Если есть у вас время, обязательно пишите комментарии. На этом хочу пожелать вам всем всего хорошего, мира, добра и благополучия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok